Когда погода диктует рабочий график. Колхоз центральный Шуйского района. 9 утра. На то, как здесь убирают урожай, приехал посмотреть губернатор Павел Коньков. Однако комбайны никто заводить не спешит. Уборка начнется ближе к полудню. Нужно дождаться, пока подсохнет утренняя роса. Ночи холодные, а вчера еще прошел дождь, полседьмого вечера. Так что сейчас мы как бы выжидаем, чтобы зерно обдулось, просохло. И влажность была у зерна 14,5. И мы тогда начнем убирать. Если погода вынудит, будут убирать и при повышенной влажности. Правда, пропустив урожай через сушилку и затратив на это дизельное топливо, себестоимость зерна подрастет. В этом году в колхозе «Центральном» озимой пшеницы собирают 37 центнеров с гектара. Показатели для шуйских почв очень приличные. Убрано уже 30% от посаженного. По области пока только 17,5%. Урожайность показывает, я даже думаю, что мы к прошлому году немножко сплюсуем. Предприятие вооружено хорошей техникой, причем нашей отечественной техникой. Неплохо дело обстоит с животноводством. Активно принимают современные технологии. Хозяйство полностью избавилось от лейкозного скота, что в наше время с точки зрения экономики достаточно важно. Колхоз «Центральный» занимается в основном производством молока. На прилавках магазинов его можно найти под маркой «Мишкино детство». Большая часть посеянного идет на корм буренком. Сено в этом году заготовили даже больше, чем в прошлом году. Мы очень переживали за заготовку кормов. Помните, какая стояла погода. Но сейчас уже можно уверенно сказать, что по запасам кормов мы превысили уровень прошлого года. И, в общем-то, можно с уверенностью говорить, что на зиму скот полностью будет обеспечен кормами с хорошим запасом. Как пройдет уборка зерновых полностью зависит от погоды. Вся надежда на теплый сентябрь. Аграрии говорят, что если получится собрать все, что выросло, то год, несмотря на капризы погоды, можно будет считать урожайным. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново, Шуйский район.